Всем доброе утро! Отдельное спасибо за муж и всем участникам этой сессии в 10 утра последнего дня. Это непросто. Спасибо за ваш интерес к этой теме. Действительно, программа «Дальневосточный гектар» — она, наверное, даже один из символов в целом развития Дальнего Востока. Программе уже 7 лет, и она вызывала и продолжает вызывать большое количество дискуссий и вызывает интерес своей такой, наверное, трансформирующей силы в целом земельное законодательство. Основная логика, которая закладывалась при старте этой программы, это дать как раз свободу людям иметь земельные участки, землю, то, о чем вы и говорили. И мы на Дальнем Востоке здесь очень богатой землей. 40% территории всей страны, и у нас есть очень разная земля. На берегу океана, с видом на вулкан, есть земли по сельское хозяйство, есть земли рядом с городами, населенными пунктами. И задача была максимально упростить для людей возможность получения земли, когда есть желание либо построить дом, либо запустить какое-то небольшое предприятие или туристический бизнес, чтобы снять максимально все бюрократические барьеры. И было достаточно только воли и регистрации на госуслугах, и больше ничего не нужно для того, чтобы стать обладателем земли. Программа предполагает пятилетний период безвозмездного пользования, когда вы оформляете землю, и у вас есть время, возможность понять, получается ли у вас, подходит ли вам земельный участок, осваивать или нет, и через пять лет уже оформить собственность. И вот сегодня мы можем говорить о том, что мы полноценно вошли во второй, в крупный такт развития программы Гектар, когда первые получатели, которые самые первые рискнули, первопроходцы этой программы, уже пройдя пятилетний период оформляют земельные участки в собственность. И если всего у нас участников программы Гектар более 120 тысяч уже на сегодня, то из них 23 тысячи стали собственниками. То есть люди, попробовав, начав использовать эти земли, осваивая их на Дальнем Востоке, сегодня 23 тысячи дальневосточников и тех, кто стал дальневосточниками благодаря получению этих земельных участков, сегодня собственники земли, и это часто земля довольно высокой стоимости. То есть помимо возможности просто физически строить дом, это на самом деле еще и капитализирует людей. И такая аккуратная форма передачи земли в собственность людям, и в том числе повышение благосостояния человека благодаря программе, и мы уже сегодня наблюдаем такие примеры. Говоря, почему это происходит, почему это востребовано, больше половины всех участников продолжают утверждать, что ключевой их интерес — это построить дом. Это как раз то самое домостроение, о котором мы говорили. И здесь, наверное, на Дальнем Востоке исторически это часть культуры, поскольку очень свободные просторы, свободные люди, и есть запрос как раз на строительство своего дома. И одна из важнейших задач у нас на Дальнем Востоке — это задача демографическая, сохранение и влечение численности населения в Дальнем Востоке. И для семьи, которая планирует детей, нужно пространство. И земля, в том числе возможность построить дом на ней, дает как раз для семьи возможность принять такое решение. Поэтому это в том числе один из факторов демографического развития. И в целом ряд мер наших направлен к задаче демографии, она очень комплексная. Но вот жилье мы видим, может быть, не впрямую, но является некоторым катализатором, в том числе к принятию решения о заведении семьи, о заведении детей. Поэтому у нас целый комплекс мер, который направлен именно на возможность семьи получать и строить дома. Это и Дальневосточная ипотека, и Дальневосточный гектар. Здесь в Приморье запущен пилот миллион рублей при рождении третьего ребенка на компенсацию ипотечного кредита в том числе. И все эти меры в комплексе работают. И вот, например, как раз на Дальневосточном гектаре можно получить Дальневосточную ипотеку без ограничения по возрасту, без ограничения по семейному положению, по роду деятельности. Просто достаточно быть обладателем гектара. С момента, как вы зарегистрировались, даже не нужно проходить пятилетний период его освоения или оформления собственности, просто быть получателями гектара. И уже можно брать Дальневосточную ипотеку на 2 миллиона рублей. Вчера в речи президента одно из для нас важнейших решений прозвучало, это изменение политики программы и увеличение суммы льготы на дальневосточную ипотеку с 6 миллионов до 9 миллионов, если это квартира или дом больше 60 квадратных метров. И это как раз актуально для тех, кто строит дома, потому что, как правило, большие площади. На прошлом Восточном Киночо-Форуме президент объявил о продлении программ до 30-го года, поэтому у нас сейчас есть уникальная для Дальнего Востока возможность бесплатно получать землю, строить дом по удалению восточной ипотеки. И недавно случилось еще очень важное для нас решение, оно тоже было президентом озвучено в рамках его речи. Мы начали совместно со Сбербанком работать с подрядчиками, застройщиками, которые Сбербанк аккредитует, и аккредитуя их, дает ипотеку получать землю гектара без залога. То есть, если раньше у вас был в пользовании Дальний Восточный Гектар, но поскольку он не в собственности, то для банка сам по себе он не является ликвидным залогом. Банк всегда просил какой-то залог, заложить квартиру или другое имущество, и часто была тяжелая нагрузка, и не все решались. То сегодня не нужно закладывать никакое имущество, не нужно никакое дополнительное обеспечение. Если вы заказываете дом у одного из аккредитованных Сбербанком, а их сегодня по Дальнем Востоке 50 компаний подрядчиков, через защитный механизм из крово-счетов, Сбербанк вам выдает кредит. И мне кажется, что это какая-то невероятная сложная схема. Сегодня присутствует представитель Сбербанка, она подробнее расскажет о возможностях получения ипотеки на Дальневосточном Гектаре. И вот эти изменения, которые сейчас происходят, они на самом деле являются драйвером развития. И я считаю, те 7 лет, которые прошли, да, безусловно, они были плодотворными. Мы видим то, что люди проявляют интерес к этой программе. Но сейчас, я бы сказала, происходят такие фундаментальные изменения, и появляются новые инструменты и механизмы, как раз-таки развивающие возможность привлечения инженерной инфраструктуры, получения ипотеки для строительства дома. И тот факт, те изменения в законодательстве, которые произошли, что позволили вывести земельные участки в населенных пунктах в рамках Дальневосточного Гектара, я считаю, дали очень сильный толчок развития. И сейчас, можно сказать, эта программа получит новый рассвет, как вы считаете. И сейчас как раз-таки люди будут больше обращать внимания и на возможности. Но вот смотрите, помимо развития индивидуального жилищного строительства, то есть да, безусловно, люди берут гектар для того, чтобы строить себе дом, но также люди берут гектар для того, чтобы развивать бизнес. Эльвира, можете немножко рассказать о том, где они могут получить какие-либо идеи? Я знаю, что у вас есть школа гектарщика, предоставляющая различные бизнес-планы и дополнительные идеи, как можно зарабатывать на своей земле, какие виды бизнесов можно открывать. Давайте немножко в этом направлении расскажем. Да, помимо инструментов финансовых, мы, безусловно, даем инструменты методологические, которые позволяют как строить дома, так и запускать бизнесы. У нас есть портал корпорации России Дальнего Востока, освоегектар.рф, где есть целый комплекс мер поддержки, которые адаптированы именно для получателей программы гектар, где есть модельные решения для бизнеса, которые можно использовать в финансовой модели, конкретные подрядчики, которые могут помочь либо построить дом, либо запустить какое-то предприятие. И в дополнение к этой программе, к порталу освоегектар, есть действительно школа гектарщиков, инициатива, которая тоже была запущена в корпорации России Дальнего Востока и Арктики. В этом году мы совместно с Ранхикс запустили эту программу, есть несколько в ней направлений. Программа уже действует несколько лет и накапливает в себе знания, и выпускников программы отслеживаем, как они применяют эти знания, реализуют для них на земле. Одна из программ – это как раз обучение индивидуальному жилищному строительству, потому что иногда бывает есть желание, но непонятно, с чего начать, если вы делаете впервые. И вот программа базово объясняет, с чего начинать, про инженерную инфраструктуру, про подрядчиков, про последовательность действий. Есть отдельная программа по запуску предприятий. Это тоже дает стартовые знания тем, у кого есть сейчас гектар, бесплатный участок земли, есть какие-то идеи, но никогда не было опыта предпринимательства. И эта образовательная программа дает базовые знания для старта предпринимательской деятельности. Поэтому мы стараемся, получатели гектара, те, кто принял, это на самом деле серьезный мужественный шаг, потому что осваивать землю, оно звучит у нас сегодня так легко, что это бесплатно, и тут только 2%, и обучиться можно. Но на самом деле нужно принять серьезное решение, что получив этот земельный участок, его нужно осваивать. То есть строительство дома серьезное дело, требующее больших и ресурсов, и временных, в том числе запуск любого бизнеса, это всегда риск, даже если это бесплатная земля. Поэтому мы стараемся поддерживать тех, кто решился на это, чтобы действительно у них получилось осваивать гектар с теми целями, с которыми его берут. Ну и говоря про программу, мне кажется, что вот эти 23 тысячи тех, кто уже стали собственниками, это во многом подтверждение успешности программы. То есть люди на протяжении 5 лет осваивали и приняли решение теперь оформить собственность, платить налоги уже как на собственное имущество. И мы видим непрекращающий интерес новых получателей. Ежегодное количество получателей новых гектаров на Дальнем Востоке и в Арктике продолжает расти. Редактор субтитров А.Семкин